Добрый день вам, друзья! Не добрый день вам, не другим. Нина Андреева. Сейчас уже, конечно, никто не помнит это имя, никто не помнит это лицо. В 1988 году она была ньюсмейкером номера уна в каком-то этапе. Она выступила со статьей «Я не могу поступиться принципами Советской России». Многие это восприняли как разворот перестроечных процессов, как победу Лигачева и Хардлайнеров. Вот через несколько недель в газете «Правда» публикация Нины Андреевой была дезувырована, но она стала таким вот символом сопротивления перестройки, символом в правах, как их тогда называли сил, хотя с этой терминологией, конечно, была полная жопа в Советском Союзе. Я даже сейчас не вспомню, каким образом возникла идея записать интервью. И это была такая сложная достаточно операция, про нее Константин Львович рассказывал детально в одном из интервью. Он был режиссером этого выпуска «Взгляда» и этой записи, это этого интервью, которое я сейчас покажу. Очень не хотел выдавать в эфир этот сюжет Анатолий Лысенко, тогдашний руководитель «Взгляда», потому что понимал, что очень многие люди, послушав Андрееву, могут сделать выводы, но не те выводы, которые хотелось бы видеть или слышать или формировать руководителем Костеля Радио СССР. Ну, скажем так, перестроечным руководителем, прогрессивным. Тем не менее, после долгих совещаний и утверждений, в том числе и, насколько я знаю, в Старой площади, этот сюжет показали, к сожалению, не весь. Весь материал так и не сохранился. Я там и заморачивался тем, чтобы там исходники хранить. Даже видеомогнитофона не было тогда. Как-то, в общем, не думал об этом. Жаль, я бы сейчас пересмотрел. Ну, для себя. Для себя беседую целиком. Но вам я предлагаю посмотреть просто то, что было в эфире. И разговор, и такое постразговорные притопы с моим соведущим Александром Михайловичем Любимым. Раньше говорили в медицине и педагогике, разбирается каждый. Сегодня можно к этому добавить и политику. Действительно, политика перестала быть делом высших эшелонов власти. Сегодня ей занимаются тысячи и тысячи людей. Но мне кажется, что для того, чтобы она качественно отличалась от состояния нашей педагогики и состояния нашей медицины, она должна быть делом все-таки профессионалов. Я, собственно, хотел сказать просто несколько слов, которые подводят вас к следующему сюжету, который вы видите в программе. Нельзя выписывать рецепты национального спасения, опираясь на, ну, скажем так сказать, прослушанный курс политэкономии краткий или услышанные где-то цитаты из Маркса. Каждый журналист мечтает взять интервью у МИФа. Судьба материала, который мы сейчас вам покажем, складывалась очень непросто и несколько необычно. Ну, это отдельная история. В любом случае, я считаю этот материал своей большой журналистской удачей. После сакраментальной публикации в Советской России преподавательница химии из Ленинграда Нина Андреева стала штандартом консервативных сил. Ваш какой-то политический прогноз? У нас на сегодня по существу совершенно четко обозначилось, и это через прессу видно нашу, что у нас может быть либо путь дальнейшего социалистического развития, или путь реставраторский. Возврат, будем говорить, причем к самой низшей форме капиталистического производства. Это до монополистической форме, это период первоначального накопления капитала. Это то, что происходит, будем говорить, через подавляющее большинство наших кооперативов. Это совершенно однозначно. И, будем говорить, сегодня, как никогда, или вернее так, как это было на заре советской власти, стоит вопрос, кто кого, либо-либо. Поэтому сейчас говорить о конвергенции, как об этом пишет наша пресса, как это можно проследить по выступлениям академика Сахарова, это все очень наивно и несерьезно, потому что сгладить эти антагонистические, будем говорить, две тенденции, их просто никому не дано. И вопрос действительно сейчас стоит остро, либо-либо. И вот, наверное, здесь целесообразно осветить то значение, которое я придаю своей публикации в Советской России. Не могу поступаться принципами 13 марта 1988 года. Я рассматриваю эту публикацию как именно тот момент, который дал возможность заострить внимание на наличие этих двух различных тенденций в развитии нашего общества. разных вариантов нашего исторического выбора дальнейшего. И статья «В правде» от 5 апреля, которая называется «Принципы перестройки, революционность действия и мышления», которая названа почему-то спустя месяц после публикации редакционной статьей, она как раз и подтвердила наличие этих двух разных вариантов в разных путей дальнейшего развития нашего общества. 150 тысяч наших советских миллионеров, естественно, это огромная экономическая сила. Но как всякая экономическая сила, уже заявившая о себе, она, естественно, хочет и, будем говорить, иметь и оформление идеологическое. И такое оформление идеологическое им дают наши отдельные прорабы перестройки. Это совершенно однозначно. И будем говорить, уже дальнейший этап – это уже ставится вопрос о политической власти. Это совершенно однозначно. Полный развал государственного сектора экономики, он даст возможность им через крикливых, особенно крикливых представителей в прессе, заявить о том, что система как таковая себя изжила, она несостоятельна, и более того, партийный аппарат, значит, не в состоянии решать вот эти все вопросы, и поэтому просто нужно поставить вопрос об изъятии шестой статьи из Конституции о руководящей роли рабочего класса, его коммунистической партии. Так, это совершенно однозначно. Объявить весь партийно-государственный аппарат бюрократами, не способными ничего делать, и тем самым поставить вопрос о переходе власти. Это совершенно однозначно. Выступление Бориса Николаевича Ельцина в последней его поездке в Соединенные Штаты Америки я тоже рассматриваю как, так сказать, позицию человека, который, ну, в общем-то, можно ли вообще его считать, что он был членом партии коммунистической, потому что его такие вот открытые выступления, понимаете ли, они как раз свидетельствуют о том, что в душе-то он, в общем-то, мой вывод, мой вывод, что он, по-моему, никогда и не был коммунистом. Может, у меня просто Америка подала такое впечатление. Да, Америка, Америка. Вы понимаете, в чем дело? Когда вот так вот, товарищи, вот так вот захлебываясь от восторга, лицезрит вот эти вот фешенебельные магазины и приемы, будем говорить, американских, в домах американских капиталистов и так далее, и мало интересуются жизнью тех, кто и обеспечивает, будем говорить, это сверхблагосостояние очень незначительной части населения, то, в общем, знаете, это как-то так вызывает такую, знаете ли, улыбку. Но, к сожалению, по поводу, будем говорить, данного политического лидера, которым у нас считали, во всяком случае, до последнего времени Бориса Николаевича. Да, и поэтому, конечно, сейчас ситуация в обществе, она у нас очень сложная, очень сложная. И вот этот вот развал в экономике, который организован, я этот однозначно ставлю вопрос, организован вот этой вот экономически укрепляющейся группой, а если хотите, немногочисленным новым классом, классом советской буржуазии, он и как раз может привести к очень, будем говорить, таким весьма непредсказуемым последствиям в развитии дальнейшей ситуации. Ты знаешь, Саш, когда я шел на первую встречу с Ниной Александровной, я готовился к разговору с политическим деятелем. Столько слухов вокруг, столько намеков на высокие источники информации. Но оказалось, что быть талантливым публицистом и активным стрелинницей еще не значит быть политиком. Дело в том, что цифры, которыми оперирует Нина Александровна, ну, там, количество миллионеров от коррупции и прочая информация, она из того же источника, которым мы все пользуемся. Ну, газетные выступления, чего грех отеять, не всегда порой объективные, телепередачи, иногда тенденциозные, кухонные разговоры. Понимаешь, семинарийское восприятие жизни, построенное на такой информации, не может претендовать на статус теории. Нина Александровна, обычная наша соотечественница, кстати, гостеприимная и уверенная в своей правоте. Да, на это я обратил внимание, она все время повторяет фразу, это однозначно. Ну, как бы то ни было, я убежден, что воля случая, что Андреева была выбрана для политической акции, как это говорится, проснулась знаменитой. И вот ее имя окружено таинственным ореолом, за которым, повторю, обычный человек, ну, заблуждается, ну, не приемлет нового. Ну, давайте не станем делать из нее какого-то монстра, давайте быть терпимыми друг к другу. Я думаю, что хватит взаимоугроз и злых пророчеств. Рубикон уже перейден, обратной дороги нет. Хотя, Саша, я убежден, что этим интервью останутся недовольны все, абсолютно все. Леву мне понравится то, что монолог Андреевой выстроен более чем лояльно к буревестнику антиперестроечных сил, как ее называют в некоторых изданиях, которые она, в свою очередь, зовет крикливой желтой прессой. Я думаю, что больше всего останутся недовольны правой, потому что теледебют Нины Андреевой состоялся именно во взгляде. В этом будет усмотрено, так сказать, какое-то покушение на их чистое старогвардейское знамя. Да, пожалуй. Ну, а центристы? Знаешь, уверенно, центристов у нас почти нет. У нас почти нет людей, которые по-настоящему боялись бы эдакими, знаешь, дружным, как субботник завалом на один борт, опрокинуть лодку нашего Союза. Помнишь этого танкиста из начала передачи? Ну, я не знаю. Мне кажется, просто два полюса борьбы за перестройку, они оттягивают от центра здравомыслящих людей. И еще, наверное, играет роль то, что, в принципе, цензура на политическую жизнь, которая в нашей стране все-таки существует, она часто заставляет людей совершать более радикальные поступки, чем они, может быть, хотели. Дело в том, что на фоне журнально-газетных баталий, которые сейчас на страницах некоторых изданий грохочут, признаваться в своем центризме, это, учитывая революционные условия перестройки, это примерно то же самое, что объявлять о преступном нейтралитете. Нет, упаси бог, центризм и нейтралитет ничего общего не имеют. Я готов объявить себя сегодня центристом и не поступаю со своими принципами, когда в программе «Взгляд» идет интервью Нины Андреевой. Ну да, ваша кредо – плюрализм. А насчет плюрализма, как известно, двух мнений быть не может. Ну, к юмору мы вернемся. Я хотел еще сказать несколько слов. Вообще, я очень уважаю Нину Андрееву за то, что она прямо и мужественно высказывает свои убеждения, с которыми я, например, не согласен. И эти убеждения весьма непопулярны. По крайней мере, как журналисту мне чаще приходится сталкиваться с тем, что люди скрывают свои искренние, свои истинные убеждения. И, во-вторых, чем-то Нина Андреева похожа на человека, который, читая книгу, дошел до какой-то главы, которая ему не нравится, и начал читать книгу сначала. Но так или иначе, за этими внешне, в общем-то, правильными фразами звучит тоска по железной руке, по, так сказать, миру, где нищета поделена поровну на всех, и даже сны нужно смотреть по стойке смирно. Мне кажется, люди сегодня очень хотят верить в то, что демократизация общества необратима. И часто такие, так сказать, персонажи нашей политической жизни, такие мифы нашей политической жизни, как Нина Арсена Андреева, они заставляют их немного бояться. Надо сказать, что если кто-то и надеется на возврат к тоталитаризму, то, в общем, мне кажется, не стоит убаюкивать себя этими мыслями. Мне кажется, все надежды на то, что руководство, скажем, нашей страны, побоявших тех трудностей, с которыми оно столкнулось, сделает шаг вправо, они бесперспективны. И тут просто, понимаете, начало книги мы уже прочли. И я думаю, что никто не хочет начинать читать ее сначала. История у нас была достаточно печальной. Наверное, закончу сказав, кто-то из великих сказал, меня пугают, а мне не страшно. Ну что ж, вернемся к юмору. Как всегда, технические неполадки. Вернемся к юмору. Доказательство, что мы в прямом эфире. То есть это необходимо. В Ленинграде состоялся первый фестиваль сатиры юмора «Очень-89». Такое претенциозное название, оно несколько смутило редакторов ряда изданий, и в рекламных объявлениях о фестивале значилось фестиваль сатиры юмора «Осень-89». Такое банальное «Осень-89». Итак, все-таки фестиваль «Очень-89», который приглашает вас в короткую экскурсию по Ленинграду. Очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова